Визит начался с официального мероприятия в администрации района. Со стороны муниципалитета гостей встречал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Куканов и начальник отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды администрации Ленинского района Татьяна Лебедева. Основной темой общения стала экология, в частности, контроль состояния воздушной среды. Как выяснилось, в Китае этим занимаются специальные люди. О том, что тот или иной запах слишком сильный или неприятный, у нас говорят эксперты. Мы проводили множество экспериментов с разными приборами, но выяснили, что самый чувствительный прибор — человеческий нос, поэтому запахи у нас оценивают специально подготовленные люди. Встречи, подобные этой, проводятся постоянно. Их главная цель — обмен опытом в области муниципального управления. В этот раз китайскую сторону представляли чиновники из Управления водных ресурсов, городского развития и защиты окружающей среды города Шаосин. Несмотря на языковой барьер, суть вопросов была абсолютно понятна обеим сторонам. Многие вещи все равно совпадают. Интересно всегда послушать, интересно посмотреть новые подходы. Некоторые моменты можно прямо вот использовать в работе. В конце встречи участники обменялись памятными подарками. Руководитель китайской делегации Сюй Цзин Цун, заместитель председателя городского комитета политического консультативного совета города Шаосин, преподнес Сергею Куканову рисунок на пергаменте. Рыба в Китае — символ достатка, а три рыбы — это большой достаток. Желаем вашему району богатства и процветания. В программу пребывания делегации также входило знакомство с историей и сегодняшней жизнью Ленинского района в историко-культурном центре. Сейчас здесь проходит фотовыставка оператора телекомпании «Видное ТВ» Владимира Гриневича. Его работы китайские гости оценили весьма высоко. Не оставило посетителей равнодушной и постоянной экспозиции. Большой интерес у гостей вызвали предметы быта, которые использовались на рубеже 19-20 веков. Он открывается, сюда кладут угольки, утюг закрывают и дальше идет праздник. После выставки с гостями поделились опытом работы представители управления образования. Чиновники из Поднебесной посетили детский сад «Улыбка». Здесь их больше всего заинтересовала программа ликвидации очередей в дошкольные учреждения и учебные преподавательские программы. Закончился визит экскурсий в музей-заповедник Горки-Ленинский. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.